Руководители областной и городской избирательных комиссий поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и бывшего члена участковой избирательной комиссии Юрия Шикурова. 88 лет Юрий Васильевич встречает юбилей Победы в полной боевой готовности. Сегодня он несет службу на поприще патриотического воспитания молодежи. Разрешите мне от имени Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии Мурманской области, для меня большая честь вручить вам сегодня благодарственное письмо за успешную работу при подготовке и проведении выборов, в которых вы принимали активное участие и в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Что было, то было. В члены участковой избирательной комиссии Юрия Шикурова выдвинули в гимназии номер 7, где он после многих лет службы на Северном флоте работал учителем начальной военной подготовки. Руководитель Мурманской территориальной избирательной комиссии Владимир Шилаев знаком с ветераном уже почти 20 лет. Мы познакомились с Юрием Васильевичем, когда еще пришел в первый совет в 1996 году, в совет депутатов города Мурманска. И мы тогда активно работали с ветеранами, ветераны работали с нами. И Юрий Васильевич был один из самых активных ветеранов войны, с которыми мы тогда общались. И в праздники, бывало и в будни, не только по таким вот праздничным датам, но тогда они занимали активную позицию, наказы различные депутатам давали и так далее. Давать наказы Юрий Васильевич не устает и сейчас, принимая поздравления благодаря гостей, не забывая о наставлениях, чтобы упомнили ветеранов и гордились Родиной. Мы к этому относимся скорее даже не как к работе, а как к своему долгу, который мы должны отдать ветеранам, особенно в канун такого великого дня, как День Победы. Канун Дня Победы в Риме не только для поздравлений, но и для воспоминаний. Юрия Шикурова война застала подростком. Тогда он в последний раз увидел отца, который в 43-м сгорел в танке. Сам Юрий Шикуров поступил в ремесленное училище при заводе, выпускающем патроны. Мы работали в цехе, хорошо помню, в цехе, собирали, готовили ящики для того, чтобы туда складывать вот эти вот боеприпасы. И все это шло в эшелоны, шло это шло в эшелоны, шло это на фронт. Мы еще там записки писали. Иногда раз в ящичек положишь. Бей фашистов, бей фашистов. Повестка на фронт из военкомата на имя Юрия Шикурова пришла летом 1944 года. А дальше на Тихианском флоте он получил специальность моторист. День Победы встретил в составе экипажа торпедного катера. Но война для него не закончилась. Она продолжилась на Дальнем Востоке. Ну, буквально в три дня мы разгромили там Японщину, которая засела на южной части этого острова. Вот. Воевали там, конечно, вместе с сухопутчиками. Мы с моря подошли, высадили десант, высадились на эту нашу священную землю, потому что мы считали, это наша земля. Вот. Ну, буквально в три дня мы их всех расчистили, уничтожили, выкинули вон. Не спасли их никакие камикадзе эти. Я видел обвешанные эти смертники японцы. 3 сентября новые победные залпы. И награда, которой ветеран гордится всю жизнь за победу над Японией. После войны судьба привела в Ленинградское военно-морское политическое училище, откуда Юрий Шикуров с молодой супругой отправился на Северный флот. 20 лет он служил на боевых кораблях и ушел на военную пенсию в звании капитана первого ранга. В душе Юрий Васильевич никогда не оставлял службу. И даже сегодня, провожая нашу съемочную группу и показывая на прощание только что полученное поздравительное письмо из Кремля с подписью Владимира Путина, с выправкой капитана говорит след. Служу Советскому Союзу, служу России. И добавляет, Россию не победить. История это доказала не раз. Анастасия Карева, Антон Батаев, телеканал Арктик ТВ.